Акция «Взаимопомощи. Мы вместе» продолжается и в нашем городе, и она направлена на поддержку пожилых граждан, людей с ограниченными возможностями здоровья, которые сейчас в условиях пандемии находятся на самоизоляции. Наш городской волонтерский штаб работает с 20 марта, и все это время не приостанавливал свою работу, и поэтому и сейчас, ежедневно, наши волонтеры готовы прийти на помощь нашим пожилым гражданам. Сегодня в нашем штабе работает 78 волонтеров, и основная часть – это, конечно, студенты Кенишемского медицинского колледжа. Поэтому мне хочется обратиться к нашим пожилым людям. Не нужно рисковать своим здоровьем, не нужно ходить в места большого скопления людей. Конечно, это магазины и аптеки в первую очередь. Наши волонтеры готовы прийти к вам на помощь. Для этого лишь просто нужно позвонить в городской волонтерский штаб и не стесняться попросить о помощи. Наши волонтеры, отмечу, приходят на помощь только после звонка. Во время телефонного разговора диспетчер с заявителем обсуждает все вопросы необходимой помощи. Что нужно купить, как нужно купить, где, в какое время прийти, принести и договориться. Поэтому обращаю внимание пожилых граждан, не нужно открывать дверь чужим людям. Поэтому, прежде всего, позвонить, обсудить, а потом уже ждать нашего волонтера. Наши волонтеры имеют свою форму. На них надеты голубые жилеты с надписью Кинишмы. И каждый из них имеет вот такой бейдж установленного образца, на котором написана фамилия и его инициалы. А на обратной стороне есть печать, удостоверяющая то, что он волонтер. И имеется федеральный номер, по которому любой может проверить и идентифицировать данного волонтера. Хочу отметить, что наши волонтеры оказывают помощь в приобретении предметов первой необходимости. Будь то продукты или другие хозяйственные какие-либо нужды. Естественно, они смогут сходить и в аптеку, заплатить коммунальные платежи. Но они будут это делать в ближайших торговых точках или кассах КРЦ. Поэтому, уважаемые пожилые граждане, пожилые кинишенцы, не рискуйте своим здоровьем. Обращайтесь к нам в волонтерский центр. Наши волонтеры полностью обеспечены индивидуальными средствами защиты. Они имеют право бесплатного проезда на городском транспорте. И поэтому готовы прийти к вам на помощь. Берегите себя и будьте здоровы!